Привет, ребята, добрый день. Сегодня едем, возможно, заедем первым делом в Ливадин. Первым делом туда заедем, да? Мы хотим туда. Посмотрим, там если будет очень удобный подъезд. Да, там посмотрим, как будет удобно подъезд или нет. Ощущение, как будто едем где-то в Москве, если мы не город, впереди. Не московские номера. Ну вот, в общем-то, заезжаем по селу Клеваде, а в дальнейшем покажем Газпром, там латочка вниз до. Валер проезжаем, он у нас находится, оказывается, с левой стороны. Сейчас надо как-то найти подъезд к нему, когда тут добраться. Сколько, 200 рублей просят за парковку? Нехило. Ну вот, в общем-то, мы сейчас вышли из машины. Сейчас направляемся к дворцу. Такой исторический памятник древней архитектуры. Сталин, можно сказать, такой памятник. Сталин, Черчилль. Так как дворец знаменит, в принципе, тем, что здесь в феврале 45-го года проходила Ялтинская конференция. Вот. Поэтому глава государства, антигитлерской коалиции СССР и США, Великобритания, во многом определили судьбу послевоенной Европы и мира. Понял? Да. Ей посвящена отдельная экспозиция. Судя по всему, здесь вот эта трубка такая уже золотистая. Наверное, надо за нее подержаться. Сталина трубка мира. Товарищ Сталин, вы большой учерень. Товарищ Сталин, узкий коридор. Какой-то прошли мы исторический памятник. Фотографировались. Направляемся вниз. Вон, санаторий Левадия мы проходим. Полос пережиток прошлого советского периода. Такие вот малые магнитики тут всякие, типа, значки советские. Такие вот здесь вот спуски интересные. Харочка такая. Прикольно. Есть дворец, да? Судя по всему. Где эти императора? Здравствуйте. Здравствуйте. А где у нас этот вход? Центральный. А, в Левадийский дворец? Да, да, да. Это вам надо пройти... А выставка сколько стоит? 100 рублей. 100 рублей. А что там смотреть-то? Фотографии детей. А, нет, ну это ладно. А вот где вот Черчилль, там Сталин, вот они все сидят там за круглым столом, там решают переговоры мирные, там все такое урегулирование. Вам нужен этот зал? Да, да, да. Это вам надо пройти в сам дворец, по этой аллее и в правую сторону обойти, в общем, и с той стороны кассы. А, сколько вход будет стоить? Не знаю. Не знаю. Ну ладно, спасибо. Поэтому девичьи слезы, фонтан. Бахчисарай похожий. Вот Левадийский дворец создан архитектором Красновым в 911 году. Пойдем посмотрим. Левадийский дворец, говорят, создан архитектором Красновым в 911 году. Не твой родственник? Нет. Нас должны платить беслатно. Какая разница? Нет. Сувениров, подарки. Где сведения? Где сведения? Где сведения? Сувениров. Сувениров-то многовато. На любой вкус. Вот память, где мы фотографировались в миниатюре. Шесть тысяч стоит. Северопольского, Ялтинского литература. Вот мы идем по Левадийской территории. Дама с зонтиком. Даже так необычно в наше время. Это свадьба, что ли, походу, у нас проходит? Видать, у них такое место, любимое местное. Приезжают сюда на свадьбу, делают разные церемонии. Вот, судя по всему, это большой дворец у нас, да? В таком итальянском стиле сделан. Вот. Тут такие виды классные открываются. Так называемый Левадийский парк. Он 40 гектар, по-моему, занимает у нас, если я не ошибаюсь. И также он заложен очень давно, 160 лет назад. На улице очень жарко, градусов 35, наверное. Сейчас пойдем где-нибудь, найдем место, тенечек, спрятаться от жары. Что-то уже невыносимо. И вот перед нами белоснежный дворец, который служил в летней резиденции российского императора Николая II и его семьи. Сооружен в 11-м году по проекту Краснова в итальянском стиле. Ну, мы его сбиваем? Сбиваем, да. Ну, а то время сейчас? У нас еще есть 15 минут. А, ну, отлично. Мы еще прогуляем. За кассой по времени вас пригласят. Да. Хорошо, спасибо. Забираем. Давай, Андрюх. Короче, фото стоит 350 рублей. Нород заходит. Типа экскурсии как бы там проводится. Пойдем посмотрим, наверное, сейчас туда, внутрь. Сука прикольно сделано. Типа брызги летят. Братья наши азиаты, китайцы приехали. Как вы относитесь к Ялте? Ялте нравится? Ялте нравится. Ялте нравится. Они не понимают. Как к Ялте относитесь? Вы по-русски разговариваете? Да, да. А, понятно. Вы откуда сами приехали? Из Шанхай. О, из Китая, да? Да, да, да. Далеко ехали? Сколько примерно по времени? Мы приехали. Мы уже много времени ехали. Из Пайкао, из Москва, Сочи. А, по всей России практически у вас такая насыщенная получается программа. Здорово. Ну, в общем, как впечатление вообще осталось? Здорово. По Ялте гуляли по набережной? По Ялте, да. Набережной. Посмотрели, очень понравились. Ага. Самое главное, Ялте сейчас еще надо долго построить. И дорогу, и... Да, да, да. Ну, это все делается в будущем. Да, да, да. Не хватает. Так что сейчас Россия... Всего удачи вам, хорошего дня. Ну что, немножечко расскажем об этом дворце. Дворец был построен как летняя резиденция царской фамилии на месте сгорешего в 1882 году старого дворца. И с апреля с 10-го года по сентябрь 11-го года, всего за 17 месяцев, по проекту ялтинского архитектора-академика Николая Краснова, который за сооружение дворца был достоин звания академика русской архитуры в стиле итальянского возрождения. Но частота стиля нарушается включением мотивов византийской колокольни-творце, Дворцовой церкви, арабский внутренний дворик, готический колодец со структурами химеры, архитектуры. Террасы и балконы, открытые галереи, выступающие тарьеры, большие окна, характерные для стиля возрождения, позволят органично писать дворец в окружающий ваншафт. Дворец размещен на террасе на высоте 121 метр, над уровнем моря, среди великолепно старинного пейзажного парка площадью 46 гитар. Комплекс дворца представляет целый художественный ансамбль. И здание дворца хорошо видно со стороны Черного моря. До наших дней в Ливадийском дворце сохранились интерьеры залов. Интересен очень белый зал дворца, где очень известные такие события происходили с 4 по 11 февраля 1945 года. Заседание Крымской конференции великих держав, участниц антигитлерской коалиции. Многие, мы помним, Советского Союза, где происходили встречи Черчилля, Рузвельта и Сталина. Здание строилось по последнему слову техники того времени. Здесь центральное водяное отопление, лифт, электрическое освещение. К тому времени это была просто сказка, можно сказать так. Лифта вообще ни у кого не было. Наверное, первый лифт, который появился вообще в Крыму. Вот. Установлены в залах служат не только декоративным убранством, там же камины же также присутствуют. И при необходимости эти каблины могли также отапливать это помещение дворца. Летнюю резиденцию наших царей. Вот. Сударь-император, Николай II. Все такое. Романовы. Памятничек. Так, пожалуйста. Во всех комнатах дворца можно фотографировать. Мы находимся у парадного входа в Либодийский дворец. Парадный вход был всегда именно с этой стороной. Сохранилась входная парада мрамора. Обратите также внимание на бюст последнего русского бюстя 19 мая 1868 года. В Либодийский дворец через главный центральный вход. Посмотрим, как там все выполнено с белого камня крымского. Должна быть внутри прохлада. Надеюсь, что это будет так. Андрюха, ждем. Хорошо, здесь прям прохладенько так вообще. У градусов, наверное, 20. Очень комфортная температура. Рассказывает эрскурсовет. Послушаем немного. В этом зале находится мебель, за которой в 2016 году проходили заседания Янгинской конференции. Ну и стол переговоров, стулья. На них сидели все участники конференции. И три кресла, в которых сидели Иосиф Иосиф Иосифовича Сталина. Конференция, говорят, осталась оригинальная. Иосиф Иосиф Иосифовича Сталина. А в том кресле у нас находился унислен в Черчилль. Это в прошлом императорская парадная столовая. Здесь проходили приемы, обеды, баллы. Царская семья иногда в Белом зале принимала до 150 гостей. Площадь Белого зала 218 квадратных метров. А в 45-м году в Белом зале Левадинского танца проходили все заседания Янгинской конференции. И мебель, которую я показала в виде дебюре, стояла в центре Белого зала. В селтинской конференции связаны вот эти и трижды. Перед вами газета «Правда». От 13 февраля 45-е вопросы, которые рассмотрела и решила Янгинская конференция о разгроме фашистской Германии. Оригинальные такие. Посмотрим, что там дальше у нас в следующем зале. Побывавший в Левадии в феврале 1945 года американский президент Рузвельт был настолько очарован дворцом, что уменул во своем желании жить здесь по истечении срока своих президентских полномочий. Крымская Янгинская конференция руководителей правительств трехсоюзных держав антипетлерской коалиции СССР, США и Великобритании проходила с 4 по 11 февраля 1945 года. С этим событием мирового значения связан Левадийский дворец. Кроме того, период работы конференции Левадийский дворец являлся резиденцией президента США, Рузвельта и других членов американской делегации, для которых были подготовлены 43 комнаты. Делегация Великобритании была размещена в Воронцовском дворце в Баутке. Советская делегация во главе со Сталином разместилась в Юсуповском дворце в Кореизе. Бильярдный стол И мужчины здесь играли на бильярде. Бильярдный стол Здесь были подписаны документы Янгинской конференции. Как место было много, но подписывали Делегация Великобритании И шансы И шансы Мы с вами на территории Сейчас выйдем Пожалуйста, прямо по коридору Хочу обратить ваше внимание Все супер, да? Узнаем много нового. И растут китайские вееролистные пальмы и четыре один многоизвестных художественных фильмов. Их тут снималось более 50 после войны. Много раз дворец и парк становился сценической площадкой. Здесь снимали фильмы «Собака на сене», «Анна Каренина», «Овод», «Отелла», «12-я ночь», «10 негритят». «Всадник без головы» и «Собака на сене». Но кроме итальянского дворика... После завершения Ялтинской конференции в феврале 1945 года в последний раз Черчилль, Рузвельт и Сталин решили на память вместе сфотографироваться вот здесь вот. На этом месте. В середине этого итальянского дворика. Это что-то за зал такой интересный коридор. Линии рога кругом. Мои рога – мое богатство. Экспозиция посвящается обманутым мужьям. Там «МЖ», написано на «Эфе». Что-то ведусь в этом дворце, пока ходил в туалет, теперь потерял свою группу. Куда они делись? По-моему, туда. По ним просмотрим. Что мы здесь наблюдаем? Какую-то бумажечку. Насколько нам известно, вот 11 сентября 2015 года здесь Владимир Владимирович был совместно с бывшим премьером, министром Италии, там, Бервускони. Вот они посетили Ливадийский дворец, в общем-то, и смотрели экспозицию, посвященную Крымской конференции. На втором этаже дворца, в личной комнате царской семьи, экскурсанты могут познакомиться с пребыванием также на южном берегу Крыма трех поколений Романовых, а также в некоторых подробностях о жизни в Ливадии последнего российского императора Николая II и его членов семьи. Так вот, царская семья проводила здесь весну и лето с 11 по 14 года. Здесь император принимал министров и родственников. Последний раз царская семья посетила дворец в июле 16 года, в ходе поездки Николая II в Севастополь, во время инспекции кораблей Черноморского военно-морского флота. Ливадийский дворец национализировали в 20-м году, после революции. В мае 1925 года бывшая царская резиденция открыли санаторию для трудящихся. Позже преобразованный в лечебный комбинат, на открытие присутствовали и выступил поэт бедный. Здесь не только лечили и отдыхали, но и учились в грамоте. Уучали необходимые здания, Ливадию назвали тогда крестьянским университетом, а в 30-м году санаторий превратили в климатический лечебный комбинат. Дважды сюда приезжал Маяковский, читал крестьянам стихи, Горький посидел Ливадию в 1928 году, а в годы Великой Отечественной войны. С начала Великой Отечественной войны 41-го года здесь был расположен госпитар. Глупотер Библия, 1802 года. Перед вами Мича Чайковского, одного из любимых композитов царских семей. Любимым видом живописи семьи Николая II были отворения. Перед вами две отворения, которые специально иручили. Честно говоря, не могу искать витаминия, но я уже устал. Еще и вкусновато. Понравилось? Да. Что запомнилось больше всего? Нет. Первый этаж полностью. Черчилль, Сталин, там все такое находится. Здесь немножко как-то тесновато всем заходить, у нас очень много народу. Это все последний, наверное. Следующий этап. Уже идем вниз, спускаемся по лесенке, уходим на улицу. Ну да. Вот здесь или в Ади остановились? Или где-то в другом месте? Вообще в Севастополе. Ага, просто приехали на экскурсию. Ясно. Как там Севастополь? Конечно, да. Где лучше, в Ялте или в Севастополе? Где в Ялте. Стоит обязательно посетить. Очень красивая набережная. Такая в стиле, можно сказать, современная. Все сделано, реставрировано. Набережная гранитная. А здесь мы посещаем. Ну да, посещайте обязательно. Она покупала их за границей, и они были очень дорогие. Но для царского дворца в Ливадии лифт купили в 11-м году, когда дворец был построен. Он был первый на южном берегу Крыма. Именно в царском дворце. Купили этот лифт в Германии. Перед вами шахта лифта. Лифт Вадийского дворца до сих пор, говорят, еще исправлен. Я думаю, у нас сейчас прокатит. Лифт Вадийского дворца. Идем вниз, выходим на улицу. Все на этом экскурсии закончилось. Николай размещал вот в этом коридоре. Поэтому во дворце коридор назывался «Охотничьи» Экскурсии. Выходим на улицу. До свидания. Капышка. Можно зайти в кафешку. Вот так вот красиво здесь тоже вид открывается возле вот этого здания. Слушай, это здание тоже прикольно выглядит. В парке также есть так называемая «тропа царская». Она с протяженностью около 7 километров. И пройтись по ней – это просто благодать. Пройтись, подышать свежим воздухом разнообразных растений насыщен. Нет, они там тоже где-то отдыхали. У них там было как бы свое место для отдыха. А здесь они вопросы решали. Конференция у них была. Блин, не отходи от кассы, как говорится. Слышишь, что-то какое-то растение непонятное. Вот так вот и идем. Смотрим красоты Ливадийского дворца. Дворец оказался одним из немногих зданий, которые уцелели после немецкой оккупации. В целом, города и села Крыма лежали в руинах. Сам дворец, как и другие дворцы, на южном берегу Крыма был заминирован немцами. Его срочно разминировали летом 1944 года, после освобождения полуострова от немецких оккупантов в апреле и мае 1944 года. Вот отсюда тоже и хороший. А на этом наш маленький рассказ заканчивается. Мама, далеко? Не боишься потеряться? Ну какой смелый мальчик. Анастасия Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Продолжение следует...